Медучреждения Иркутской области Губернатор Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения проработать вопрос выездного сервисного обслуживания машин, переданных в медорганизации отдаленных территорий. Медучреждения Иркутской области Грибок. Непонятно, и к какому муниципалитету относится дом. Его то отдают Уссолью Сибирскому, то поселку Новомальтинск. На митинге жители попросили вернуть их городскую прописку и разобраться с затянувшимся процессом расселения. Председатель Следственного комитета взял ситуацию на личный контроль. Иркутская компьютериада 2023 подошла к концу. Фестиваль состоял из более 30 разнообразных конкурсов технической направленности для детей разного возраста. Организаторами большинства из них ежегодно являются высшие учебные заведения Иркутска. В компьютериаде приняли участие более 3000 школьников. Из них 81 стали победителями и 186 признали призерами и лауреатами. Байкальский университет принимал на своей площадке соревнующихся в четырех номинациях. Лучший видеорепортаж, компьютерная графика и дизайн, сам себе веб-мастер и офисное многоборье в информационных технологиях. Среди призов – возможность обучения в Байкальском университете. Это традиционный подарок. Его вручили шести участникам фестиваля. Байкальский государственный университет предоставил им скидку 100% на обучение на все четыре года бакалавриата. Из этих шести школьников четверо являются одиннадцатиклассниками, поэтому я им даже вручила студенческий билет как будущему студенту. Дорожную карту по подготовке к открытию Иркутского Суворовского военного училища разработало Министерство образования региона. Она включает события с 15 марта по 15 августа. В документе говорится о содействии в организации приема документов и комплектовании штатного расписания, а также об оформлении лицензии на ведение образовательной деятельности и многом другом. Как ранее сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, с 15 апреля по 1 июня на базе военно-учебного центра Ирниту пройдет прием личных дел кандидатов на обучение в училище. Всего возьмут 180 обучающихся в 5, 6 и 7 классы. Первенство Иркутской области по боксу завершилось в Братске. Ринг 12-й школы принимал около 150 спортсменов из 28 населенных пунктов Приангария. За канатами юноши 13-14 лет в весовых категориях от 37 до 90 килограммов. Победитель первенства Владимир Бухановский поделился, что подготовка была сложной. Ему, чтобы остаться в весовой категории 57 килограммов, приходилось сгонять вес. Его ждало три боя. Второй он завершил досрочно. А в финале встретился с оппонентом из Новочунки. Тот не отдавал победу и продержался три раунда. И все же бой завершился победой Брачанина. Золото в региональном турнире становится путевкой в сборную Иркутской области. Там юноши начнут подготовку к первенству Сибирского федерального округа. Сборы пройдут в начале апреля. В финальных поединках традиционно представители Братска, Иркутска, Ангарска, Тайшета и других муниципальных образований. В этом году не только количество участников больше, но и уровень бокса, который показывают ребята, тоже вырос по сравнению с предыдущими соревнованиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова